Нас там нет. Крылатая фраза Путина времен начала аннексии Крыма. Похоже, она так понравилась нынешним союзникам Кремля в Иране, что они пошли по тому же сценарию. Никаких поставок вооружений в РФ мы не проводим. Так звучит очередное заявление МИД Ирана. Тем временем, по информации западных и украинской разведок, Иран не просто поставляет, а наращивает поставки и даже расширяет виды вооружений. Так новый договор с РФ, вероятно, включает в себя передачу России дронов Камикадзе Араш-2. Этот беспилотник якобы может поражать объекты на расстоянии до 2000 километров, хотя эксперты считают, что дальность полета вдвое меньше. Его основная задача – уничтожение системы ПВО противника. Есть информация, что могут оснащаться этот тип беспилотника Араш-2 радиолокационной головкой, которая может выявлять и наводиться на активно работающей радиолокационной станции, может оснащаться оптическими или тепловизионными головками. Тогда наводиться дрон будет на боевую технику, которая якобы даже умеет различать на поле боя. Но и есть один нюанс. Придуманный беспилотник в стране, которая 40 лет находится под санкциями, а следовательно, эта иранская новинка – ничто иное, как переделка со старого советского самолета «Миг». Даже по форме крыльев напоминает. Скорость этого дрона около 150 километров, а учитывая его внушительные размеры и колоссальный рев двигателя, заметить и сбить его будет в разы проще, чем шахеды, летящие на Украину сегодня. Еще один дрон «Камикадзе», который может оказаться у военных РФ – «Мираж-521». Этот маленький барражирующий припас может нести в себе до килограмма взрывчатки. Дальность полета – максимум 5 километров. Призванный атаковать позиции ВСУ, он, несомненно, прибавит работы нашей ПВО. Но, по данным экспертов, изменить ситуацию не способен. У военных, которые находятся на линии фронта, в подразделениях есть средства малого радиусодействия для прикрытия боевых подразделений. И, можно сказать, что они там могут быть более защищены от подобных дронов, нежели у мирных жителей на остальной территории Украины. Также, по информации издания Reuters, Россия может получить от Ирана баллистические ракеты класса «Земля-Земля». Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров и призваны, видимо, измотать украинскую систему ПВО. Но тут стоит заметить – поставок этих ракет в РФ еще не было. А вот реакция Запада уже последовала. Количество предоставленных Украине систем ПВО только за последний месяц выросло в разы. Точное наименование и количество не разглашается. Но, по оценкам аналитиков, оно достаточное, чтобы эффективно отразить возможные угрозы. Россия опустилась до того, что клянчит у Ирана даже амуницию для военных. По некоторым данным, РФ слезно просит отправить им каски и бронежилеты. Видимо, необъятные запасы Родины оказались вполне осязаемы и практически кончились всего за 8 месяцев. Парадокс состоит в том, что, имея десятки сбитых в Украине беспилотников «Шахид», имея разведданные многих спецслужб мира, Иран упорно заявляет, что ничего в Россию не отправляет. И даже цинично предложил Украине создать общую комиссию по расследованию поставок в РФ иранских дронов «Камикадзе». Иран, он все же пытается оставить за собой возможность для какой-то диалога с Западом и тому, что вот, ну скажем, обилиться. Здесь есть плюс в этом, что такая позиция Ирана, она как раз показывает то, что любое сотрудничество стран с Россией, оно крайне нежелательно. Для любых стран он будет нести серьезные последствия. Вот в этом как бы есть плюс, а то, что Иран уже запятнен в этой истории, ну это да. Показательным оказалось то, что Великая Россия не сподобилась даже на собственное производство дронов. При этом долгие годы рассказывала о своих военно-космических технологиях. Это история о том, как один изгой нашел себе подобного. Но даже Иран не спешит открыто становиться на сторону РФ. Там всем понятно, что это крайне краткосрочная сделка. И скоро, так сказать, деловой партнер просто прекратит свое существование. Иранские дроны и ракеты способны помочь РФ разве что затянуть эту подлую войну.